Рассказывайте. Ну, как раз-таки я не хочу искать там, да, своих каких-то вторых, других половинок. Неправильно. Почему не хочу? Он же не Бог, почему не хочу? Он хочет возвращаться? Я не знаю, но не проявляет он никаких... Он живет же уже другой семьей? Нет. Один? Как-то так. Но заботятся о нас, заботятся о детям. Ну, станьте сильнее. Станьте сильнее. Сделайте так, чтобы он вас увидел, сметил. Не поддавайтесь судьбе, реальной судьбе. Две вещи надо сделать. Надо стать сильной. Сначала внутренней, независимой от мужчины. Вы сейчас зависите от мужчин. Ну, смотрите, здесь важно сначала... Первый шаг — это в молитве поменять веру. Вы сейчас верите в мужа, понимаете? А надо верить Богу. Надо чувствовать, что результат вашей жизни — это отношение с Богом, а не возвращение человека. Ну, то есть вернется или нет, или нет — это уже другой вопрос. Поймите, что он не вернется, если вы в него верите. Потому что его душит ваша вера. То есть он не может ее перенести. Вы очень сильный человек. И вы можете сильно верить. Но вы сейчас верите в свою семью. А он — часть вашей семьи. Это значит, что его душит эта сила, которая заставляет его идти назад. Он чувствует это. Но он не может, потому что он не может быть таким, как вы хотите, но слабее. Нужно верить Богу. Нужно понять, что все, что вы внутри в себе создали — это Бог, а не человек. Ну, то есть это Бог такой, на самом деле. А человек может к этому только стремиться. Это факт, есть в мужчине тоже божественное. Но он божественно в нем раскрывается, если вы не веру в него вселяете, а просто свое служение, забота о нем и знание, что он такой. Потому что вера — это другое чувство. Вера — это сильное чувство очень. Он тянет человека куда-то. Это сильное влияние на психику. То есть вам надо сначала начать верить в Бога, и вас отпустит. Вам станет легче. Вы как бы поймете, что вернется или не вернется. Это и так нормально, и так нормально. Но вы стремитесь, чтобы он вернулся. Это тоже хорошо. Но стремление и жажда — это разные вещи. Ну, допустим, неплохо было бы попить. Это стремление. Могу пить, могу не пить. Попил. Но жажда — это не стремление попить. Это означает, что я не могу не пить. У вас сейчас жажда. Вы хотите назад вернуть человека — это жажда. Это означает вера. Вера отталкивает. Вера человека в человека. Это же вот человека отталкивает. Если девушка влюбляется с позиции веры в парня, она жаждет его, то его уводит судьба от нее. Он не может с ней жить. Она сжигает его психику просто. Вера человека — это огромная сила. Ее никто не может выдержать. Поверьте в Бога сначала. Вашей вере, вашей традиции. Ничего не надо менять. Вот. Но при этом вы должны четко понимать, что когда вы уже чувствуете, что вы верите в Бога, у вас сердце легким становится, спокойным. И тогда наступает второй этап. Второй этап — это этап обучения. Вот он, допустим, приходит к детям. Вы почему его не можете обучать? Как вы думаете? Вот смотрите, вот приходит человек, да? Вы с ним не можете общаться. Почему? Не потому, что он плохой там какой-то. Он же к детям приходит. Вы не можете общаться. Почему? Потому что у вас нет силы. Вы задушены своей верой. А если бы вы верили в Бога, вы бы улыбались… Общаетесь. Да, я вижу, как вы общаетесь. У вас внутри сильная обида, и он это чувствует. Он поэтому не может как бы к вам приблизиться никак. Ну, как бы вы поймите, что и нет необходимости, потому что обиженный человек никому не нужен. Он некрасивый. Красивый человек. Что-то я не злюсь уже. Вы не злитесь, но сердце обижено. Спасибо большое. Вам надо стать сильной, радостной внутри. Первое – сначала человек верит в Бога. Потом дальше эта вера дает ему спокойствие. Третий шаг – это сильная позиция внутренняя. И тогда надо с ним по-доброму себя вести, объяснять вашу позицию жизненную, как правильно жить, лучше вместе. И при этом улыбаться, как бы радоваться ему, по-доброму себя вести с ним. Надо к этому прийти. И тогда любого человека повернет вспять. То есть у любого человека совесть проснется, у любого человека появится увлечение. Все зависит от вашей судьбы и от вас, как вы сами настроены внутри себя. Побеждать судьбу или терпеть, или страдать, или ждать, или мучиться. Человек не должен ждать судьбу. Он должен верить, прощать, становиться сильным, радостным, счастливым, самодостаточным, служить человеку. Вы сейчас не служите ему, вы его ждете. Это эгоистическая позиция. Вот если бы вы ему улыбались, и при этом не ждали его, это уже не эгоистическая позиция, это сильная позиция. Надо стать сильной. Человек не потерян еще для вас. Бог его держит сильно рядом с вами. Он ждет, когда вы в него начнете верить. Вы уже это делаете, поэтому он ждет и держит рядом человека. Но надо теперь сильный шаг сделать в сторону Бога еще. Сильный шаг такой внутренний. Вот сейчас вы настраиваетесь правильно, прямо сейчас. Я вижу, что у вас сейчас меняется судьба. Вот сейчас вы что-то сделали с собой, вы отвязываетесь от мужа, привязываетесь к Богу, и у вас сила появляется внутри. Так? Все так. Правильно, молодец. Вот все, вы поняли, все правильно. Молодец.